В рамках рабочей поездки в муниципалитет губернатор Приморья посетил Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж. Программа образовательного учреждения не стоит на месте. В 2021 году здесь была открыта специальность «Сестринское дело». В дальнейшем вас не пугает это? Не пугает, да? А если придется какое-то время где-то отработать даже в районе, в каком-то там помощнике участкового врача, получить практику, то есть вместе с ним выезжать, смотреть за пациентами, особенно за диспансерной группой, которая требует наблюдения, то есть оказывать какие-то советы. Сейчас по данной специальности обучаются студенты из Находки Уссурийско-Амурской области. Как подчеркнул Олег Кожемяка, у каждого участкового врача должно быть минимум два помощника – фельдшер и медсестра. На каждом участке будет более полутора тысячи человек находиться у вас, людей, которые нужно охватывать своим вниманием. То есть может быть где-то кто-то помогает в записях непосредственно участковому врачу. Вообще вот эта идеология, которую мы сейчас пытаемся развить, она требует как минимум у одного участкового врача два помощника. Конечно, хорошо был бы фельдшер и сестра, но на данном этапе будем и медсестрами обходиться, поэтому будем увеличивать и наборы, и будем смотреть, как сделать с тем, чтобы, может быть, тем, кто поедет работать по распределению, компенсировать вам те затраты, которые вы понесли за учебу. По словам студентов, они с удовольствием изучают новую профессию, но при этом интересуются жилищным вопросом на будущее. Мы сейчас дали арендное жилье с правом перехода на ипотеку через два месяца, ипотека для молодых семей льготная, в Дальневосточном, ну и там она через нашу корпорацию, она тоже льготная. Вот, и через два месяца его можно уже оформить в ипотеку и получить настоящую квартиру и жить в ней. Вот, мы продумаем, допустим, для сельской местности, сколько лет отрабатываешь, в том числе работного времени, с тем, чтобы потом, да, чтобы потом была возможность эту квартиру там как-то приобрести. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.